В Казахстане Первой приоритетной задачей, которую я хотел бы обозначить для себя, это подготовка и разработка полноценной стратегии развития футбола, подкрепленной дорожной картой, то есть конкретными шагами, которые мы хотим достичь, поставленных результатов. Второй момент – это развитие массового и детско-юношеского футбола. Говоря о массовом и детско-юношеском футболе, конечно же, необходимо понимать, что это основа любого спорта. Совместно с Министерством образования была создана Национальная студенческая лига. В следующем учебном сезоне планируется охватить все регионы республики. Есть понимание и со стороны Министерства образования, и со стороны профильного ведомства. Второй момент в части развития детско-юношеского футбола. Мы сейчас разрабатываем программу «Футбол в школы». То есть мы понимаем, что достичь охвата и массовости возможно только посредством, в первую очередь, учебных заведений. Одна из задач, которую я ставлю перед собой и перед командой Федерации – это проведение Суперкубка УИФа. Сейчас уже переговоры начаты по времени, по году. То есть это точно в ближайшие годы. Но 2016 год у нас уже занят. Поэтому, соответственно, после 2016 года. Это может быть 2017, 2018, 2019 годы. На сегодняшний день достигнуты договоренности с УИФа и ФИФа о совместном финансировании строительства Академии футбола в городе Астана. Сегодня, да, действительно у нас товарищеский матч. Поэтому я хотел бы попросить всех наших болельщиков поддержать сборную Казахстана. Мы хотим поддерживать национальную сборную на отборочных матчах чемпионата Европы. И одновременно хотел бы сказать, что сейчас мы уже практически проработали вопрос о том, чтобы отборочные матчи и чемпионат Европы транслировался на отечественном телеканале в режиме онлайн. Субтитры создавал DimaTorzok